Toyota Mirai, что значит будущее по-японски, остается единственным в мире массовым автомобилем на водородных топливных ячейках. Заметим, что не первым в мире и даже не первым серийным, да и массовость в этом сегменте весьма условная. По подсчетам самой Toyota за 4 года в мире продано около 10 тысяч седанов первого поколения. Тем не менее, Toyota готовит второе поколение водородной модели, и на грядущем автосалоне в Токио представят ее концептуальный вариант. Машина изменилась в корне. Вместо тележки позапрошлого Prius'а использована новейшая платформа TNGA, причем ее заднеприводная версия. И если дизайн первого Mirai намекал на необычность водородной машины, то новую модель решили сделать проще и привлекательнее. И внешнее сходство с Lexus'ами тут тоже не случайно. О технической новинке известно пока лишь то, что в установке использован электрохимический генератор нового поколения. А запас хода на одной заправке вырастет на 30%. А старый Mirai по японским расчетам должен был проезжать 650 километров. Крупнейший японский производитель до сих пор активно продвигал гибриды, но в Токио мы увидим и концепт электромобиля LQ. Однако полный набор зеркал, дверные ручки, привычные рули кнопки стеклоподъемников не оставляют сомнений. Перед нами прототип, близкий к серийному воплощению. На пути конвейера наверняка исчезнуты колпаки над задними колесами и автопилот четвертого уровня. И разработанный совместно с Panasonic'ом проекционный дисплей с дополненной реальностью. А вот запас хода примерно в 300 километров и персональный помощник Yui наверняка останутся на серийной машине.